Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июня. Я вчера весь день просидела в огороде. Работы много, сами понимаете, в это время. И ни комментарии не читала, вообще не открывала ничего. Даже вчерашнее видео не успела выложить. А сегодня утром, прочитав комментарии, очень огорчилась. Так как в этом году год какой-то аномальный, у многих-многих огородников очень такие большие неприятности. Вот написала мне Зина, а у меня ничего не растет. Теперь уже готовлюсь на следующий год. Это она написала к видео про огурцы. Когда я говорила, что огурцам делаю витаминную подкормку. Сейчас вот пришла посмотреть, огурцы выглядят шикарно, очень многое увеличились. Они прям, ну, хороший результат у огурцов. Но не у всех так. И вот, а Яна написала, что наши помидоры заморозка 20 июня не выдержали. Приехала на дачу, там черные палки стоят, просто руки опустились. Представьте, такого сроду не было, чтобы в конце июня был мороз, 20 июня. Но тут я хочу сказать самое главное, не опускать руки. Урожай можно получить из тех, в тех условиях, которые сейчас. Пусть он будет чуть позже, пусть он будет чуть меньше. С огурцами вообще нет проблем посеять еще раз скороспелые сорта. И через 45-50 дней у вас уже будут в середине августа огурцы. Я всегда делаю еще один посев поздний. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь вот рядом с Арочкой я сделала еще одну грядку, видите. Прямо буквально несколько дней назад я посеяла еще одну партию огурчиков, которую я рассчитываю в августе и в сентябре получить. Выбрать, если скороспелый сорт, они огурцы очень, ну как быстро, это не томаты, их не надо 60 дней в рассаде держать. Они очень быстро вырастут, и если есть у вас возможность, то лучше такую грядку сделать, конечно, с последующим укрытием, так как урожай будет более поздний. И если у вас, например, в сентябре заморозки ожидаются, лучше потом поставить дуги и закрывать их нетканкой. Но с огурцами проблем нет. Даже сейчас, в конце июня, можно посеять. Я вот говорю, я посеяла прям буквально, ну, неделю там дней, 8 назад. Вот тепло, поливаю, подкормила, вот положила перегноя. Второй урожай огурцов у меня, наверное, будет, скорее всего. Я вот с огурцами раньше, много-много лет, я выращивала по многу лука, по 3-4 грядки. И лук мы когда выдергиваем в июле, вот это место всегда оставалось пустое. Мне всегда было жалко, у нас же мало земли. И я постоянно эти пустующие грядки из-под лука, я делала луньки и сеяла туда огурцы. Это был конец июля. Вот конец августа. В начале сентября они начинали плодоносить. Да, у них была недолгая жизнь, непродолжительная, но зато мы осенью ели вот такие вот свежие, такие очаровательные, хрустящие корнишончики. Потому что делала это так, потому что к этому времени те огурцы, которые посажены рано, вот эти вот, они же уже почти закончат свое плодоношение. Огурцы не вечные. Они вот сейчас у меня ползут, ползут, ползут. Вот видите, и там уже конец теплицы. Ранний урожай, он до сентября обычно не сохраняется. Огурцы стареют, все. И я делала вот такие молодняк, подсаживала на пустующие места. Даже не говоря о том, что у меня первые не пропадали, я всегда делаю второй посев огурцов. А у тех, у кого повредилось от мороза, или чего-то там от сырости, корневые гнили, ну, короче, погибли, зачахли огурцы, второй посев нужно делать обязательно. Делайте второй посев огурцов. С замерзшими томатами тоже нет смысла горевать, даже если они замерзли. Кто видел прошлогодние видео, у меня в том году, вот на горе вон там замерзла целая грядка демидова. Стояли вот одни вот эти палки. Ни листьев, ни верхушек, ничего не было. Томаты прекрасно обрастают, можно их вырастить через пассанок. Тем более в ситуации с томатами даже проще, чем с огурцами. Там не надо сеять, не нужно ждать. Просто подкормить прям, прям конкретно несколько раз подкормить мочевиной, карбамидом. Короче, любым азотосодержащим удобрением дать толчок. Так как корневая система, она там внизу целая, она уже мощная, с ней ничего не случилось, она обязательно заставит, вытолкнет пасанки в стволики. И невозможно, чтобы во время заморозка все вот эти стволы до самого низа замерзли. Только не выдергивать эти палки, ничего с ними не делать, ждать, когда они обрастут, и потом уже формировать, если хотите покрупнее, то один оставлять пасанок или два. А если вам все равно, как я в прошлом году вообще ничего не делала, они сделались такие шарообразные, все пасанки по 4, по 5, по 6, которые вылезли, они все усыпались помидорами, но помидоры были мелкие. Я вам сейчас покажу, у меня и на этот случай есть пример. Покажу, у меня весной было два всего сеянца одного сорта, и один из них во время, еще когда стоял в рассаде, упал стаканчик, и он сломался, оставался вот такой вот всего. Я его все равно высадила, и выращиваю через пасанок. Сейчас мы туда пройдем, и я вам его покажу. Вот у меня два сеянца, один и тот же сорт. Вы видите, что вот этот вот, он растет нормально. Так, сейчас покажу. Вот он у него стволик, он подвязан, все, вот она кисть цветочная. А вот этот совсем другой формы, потому что у него верхушка обломилась. Верхушка вот с цветочками, вот с этими, с бутончиками, она сломалась. И видите, вот они пасанки. Вот один пасанок, вот другой пасанок. И это тоже пасанок. Вот здесь вот было, видите, вместо облома, и была вот эта вот просто, кочерыжка вот такая вот, пустая. Теперь раз, два, три. Ну, при корневой я, скорее всего, выброшу. А эти, смотрите, какие толстые пасанки. Они уже все с цветочками, они уже с цветочными кистями. Так что томат, оставшийся без листьев, и без, ну, без верхней части, у него всегда целая корневая система. Он обязательно, очень быстро вытолкнет вот эти пасанки из пазух. Да ведь, Надя? И все, и помидоры, пусть будут позже, пусть будет не такой урожай, но их зато не надо снова сеять, не надо выращивать рассаду. Они уже готовые, ну, вернее, полуготовые. Корневая система и начало стволика. Остальное все нарастет. Так что, девочки, Яна, Зина и все, у кого, например, от мороза погибли огурцы, у кого сломались или подмерзли томаты, главное, не опускайте руки, не отчаивайтесь, боритесь или повторяйте посевы, вот в случае с огурцами. Томаты, конечно, сеять второй раз уже поздно, в случае с обломанными, с подмерзшими томатами. Дайте им возможность, дайте второй шанс, они обязательно порадуют вас урожаем. И обычно такие томаты, у которых первый раз не удалось вот это вот, они оказываются очень сильные, очень благодарные. Они обязательно порадуют вас своим урожаем. Да, пусть это будет немного попозже, но хотя бы не будет такого выражения, что уже готовлюсь к следующему году. Надо еще этот год отработать, нужно бороться с природой, бороться с неблагоприятными условиями, и когда вы все это преодолеете, победите, урожай будет намного вкуснее и желаннее. Желаю всем все вот эти ошибки этого года, неприятности этого года пережить, чтобы все-таки в конце сезона мы могли сказать так, да, начало года было неудачное, но зато потом как все подперло. Все, желаю всем большого урожая, пошла работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!